Приветствую вас, церковь. Вначале бы хотелось бы попросить о молитвенной поддержке, потому что сестры волнуются, да, я думаю, братья тоже. Меня зовут Илья. По Божьей милости я с самого детства посещал собрание. В Библии, если читать второе послание Тимофею, апостол Павел писал, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Я также посещаю воскресную школу с маленького возраста, читал Библию, знал о Боге и научен был библейским истинам. Хотелось бы выразить огромные слова благодарности нашим преподавателям воскресной школы, потому что, знаете, ваш труд очень важен и ценен в очах Господа. Однако я не стоял бы на этом месте, если бы в 2014 году, 15 июня, Бог не коснулся моего сердца. Стоя на балконе, еще будучи 9-летним ребенком, я услышал четко голос Бога в своем сердце. Быстро спустившись по ступенькам вниз, я в слезах просил Бога о прощении, произносил слова молитвы покаяния, и я уверую, что та детская молитва была с искренним сердцем, и Богом она была услышана. Уже после собрания друзья нашей семьи подарили нам магнитик, где были написаны такие очень глубокие, емкие слова «Небо знает твое имя». И по сей день, я когда вижу этот магнитик, все время вспоминаю о том самом дне 15 июня 2014 года, когда Бог призвал меня, и я вышел сюда вперед. Уже в последующем, учаясь среди неверующих ребят в школе, я прекрасно понимал то, что нужно показывать образ Христа. В первую очередь, своими делами и поступками. Но, тем не менее, были такие случаи, когда ребята могли как-то огорчить, может быть, некорректно высказаться в мою сторону. И я прекрасно понимал, и ребята все время смотрели, а как же он поступит? Что он скажет? Может быть, какая будет у него вообще реакция? И, знаете, не всегда, конечно, получалось поступать подобающему христианину. Но, тем не менее, я прилагал все усилия, чтобы было видно то, что я дитя Божье. И из-за этого всегда будет видно различия между верующими людьми и людьми в мире. В гимназии, которую я заканчивал, самостоятельные контрольные работы по истории были вообще отдельным испытанием. Перед уроком истории обстановка была вообще шокирующей. Ребята, надеясь, что напишут на удовлетворительную оценку, уже перепробовали все вариации. Можно было видеть, как сосед по парте достает из кармана вкладыш с молитвой, которую подарила ему бабушка, или снимает с шеи крестик, начинает креститься. Однако, великая благодарность Богу, то что мы, несмотря на такие обстоятельства, можем с искренним сердцем и простыми словами обратиться к Богу, и Он обязательно ответит и вызвать к Нему. Если задумываться над вопросами, каким образом я пришел и принял такое решение, осознанное решение уже креститься, какие обстоятельства меня привели, то это был тоже непростой путь. Не так давно, за короткий срок, наша семья потеряла двух близких людей. За три недели не стало моей бабушки и дяди. И уже в это время ты начинаешь понимать, какова ценность души человека, и как важно в этой жизни быть с Богом. После этого я принял уже твердое и осознанное решение следовать за Господом и повиноваться именно Его воле. После этого момента я увидел особое благословение и Божью руку в своей жизни. При поступлении в университет, в группе у меня встретились уже два верующих брата. Потом уже, когда я уже шел в автошколу и на секции по волейболу, там меня также сопровождали верующие люди. В книге пророка Иеремии, 29 главе, 11 стихом Бог говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Когда веряешь полностью свою жизнь Иисусу в руки Небесного Отца, Он начинает устраивать ее. Уже в начале этого учебного года одногруппники удивлялись, почему вас троих, меня и тех двух верующих братьев не видно в курилке с другими людьми? Почему, когда было празднование, окончание сессии, вас не было с нами? Да и почему вообще у вас речь такая чистая? Как это возможно? Да поможет мне Бог быть с той солью и светом в нашей группе. Как написано в 5 главе от Матфея, «Вы — соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Аминь.